Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Новое жилье получили молодые жители Самары, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии вручения «Ключи от квартир» приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В этом году в Самаре масштабно обновляют четыре общественных пространства. Какими темпами продвигается благоустройство территорий, проверила глава города. Возвращение на Луну спустя полвека. Ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б». Губернатор Самарской области каждый месяц бывает в зоне проведения СВО. Не помешал этой традиции и день рождения. 9 августа Дмитрий Азаров провел вместе с бойцами. Какие вопросы удалось обсудить и взять на карандаш в нашем сюжете. Свой день рождения губернатор Дмитрий Азаров встретил вместе с самарскими бойцами в зоне проведения СВО. Он бывает там каждый месяц. Губернатор передал им необходимую технику, амуницию, дополнительные спецсредства, снаряжение. И пообщался с защитниками лично. Выяснил, в чем они нуждаются, какие у них есть вопросы. Встретился Дмитрий Азаров и с двумя командармами, командующими двух общевойсковых объединений. Сегодня понятно, что в кабинете сидеть совершенно дело пустое. Поэтому этот день решил использовать для того, чтобы доехать вновь сюда. Мы обсудили вопросы, связанные с разным спектром. Вопросы лечения и долечивания, вопросы реабилитации, вопросы где-то бывают сбои и по финансовому обеспечению. Все эти вопросы готов отрабатывать. Потому что понимая, что главные люди сегодня для всех нас – это вы, вот эта внутренняя мобилизация в нашем российском народе, концентрация на главной задаче, объединение вокруг нашего лидера национального, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина – все это и создает предпосылки неминуемой нашей победы. Пока бойцы из Самарской области защищают мир на Донбассе, их земляки восстанавливают там мирную жизнь. В прошлом году в Снежном городе-попротиме Самары было отремонтировано и заново построено 82 соцобъекта. В 2023-м работа продолжится. Так, во время рабочей поездки в зону СВО губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход капремонта Снежнянской школы номер один. И здание, где будет размещаться МФЦ. Спасибо вам за возможность учиться приятной, красивой из этой школы. Мир держится на миром надушных, добрых людях, таких, как есть вы. И благодаря вам наша школа вот такой стала красивой. Губернатор подчеркнул, главные задачи до конца года – привести в порядок те объекты, которые планировали к реализации – школы, больницы, МФЦ. Нерешаемых задач нет, и все работы будут выполнены в сроке. Виктория Шарая, События. Новое жилье получили молодые жители Самары, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии вручения ключей от квартир приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, сотрудники департамента опеки и районной администрации. В этот раз новоселами стали 12 человек. В ближайшее время они заселятся в свои квартиры в жилом комплексе «Новая Самара». Подробности в репортаже Ольги Павловой. Последнее приготовление перед заселением в новую квартиру. Этот день Ангелине Дадаевой запомнится надолго. Студентка второго курса экономического университета, рано потеряла маму и с 13 лет воспитывалась под опекой бабушки. Сегодня она радуется тому, что стала обладателем нового и своего первого собственного жилья. Программа работает по обеспечению жилья и работает замечательно просто. В принципе, все устраивает. Если он сделан, осталось просто мебель завести и все. Вместе с Ангелиной новое жилье получили 12 человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке ребятам вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Вскоре новоселы переедут в жилой комплекс «Новая Самара». Домам в этом районе присвоен высокий класс энергоэффективности. Здания оборудованы котельными, что позволяет существенно экономить на отоплении. А сам комплекс расположен в экологически чистом районе и имеет развитую инфраструктуру. Школу, детский сад, сетевые продуктовые магазины, кафе и аптеки. У вас появляется свое гнездышко, которое, конечно же, я уверен, доставит вам много радости. Здесь у вас есть возможность передохнуть и собраться с родными, близкими, создавать семья, растить детей. И знаете, в этом быстро растущем микрорайоне создаются для этого все условия. И новые школы, и детские сады, и больницу привели в порядок, и сквер. И, поверьте, здесь большие планы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожелал ребятам ответственно относиться к новому имуществу, почаще собираться с родными и друзьями за общим столом и поздравил новоселов с новым жизненным этапом. До конца этого года в Самарской области планируется приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Всего за пять лет в регионе свой дом обрели более 3600 льготников этой категории. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В этом году в Самаре масштабно обновляют четыре общественных пространства. Все они стали победителями рейтингового голосования, которое проводилось в 2022-м в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Какими темпами продвигается благоустройство территорий, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа выяснила все детали. Близится к завершению работы на всех объектах, которые в этом году благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда». В Куйбышевском районе в Ерик-парке обновляют вторую очередь – от улицы Казачьей до 57-й школы. Жители помнят, еще совсем недавно на заднем дворе за забором учебного учреждения был полисадник, а теперь зона станет пешеходной. Специалисты заканчивают вымачивать дорожку. Занимаются и озеленением территории. Вскоре появятся новые деревья и кустарники. Готовят пространство и для зоны отдыха. Продолжают благоустраивать и парк молодежный. Также обустраивают места для отдыха, пешеходные дорожки, устанавливают дополнительное освещение, появляются газоны с автополивом. Здесь же рядом с центральной аллеей специалисты воссоздают искусственный водоем. Для него практически полностью подготовили площадку. Остается только уложить вокруг плитку и установить ограждение. В скором времени приступят к наполнению пространства водой. Водоем станет главной фишкой парка. Применяем новую технологию. Это матрас губионной конструкции с заполнением красивым камнем Галыш. Берем его из села Борска. Там есть месторождение этого замечательного камня. Будет красивое озеро на итоге. Не без бетонных откосов, а именно с красивыми откосами с Галыша. Преображается еще один парк – Воронежские озера. Ранее на первом этапе здесь установили фонтан. Провели озеленение. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории рядом с храмом Святой Троицы. Укладывают тротуар из плиточного покрытия. Облагораживают газоны с автополивом и подсветкой. Вскоре сюда высадят клумбы с можжевельником и лавандой, и сосны. Установят лавочки. Очень приятно всем жителям микрорайона. Да и каждый бы, наверное, житель любого микрорайона пожелал бы себе такое удовольствие. Фонтаны, отдых. Ну вот будет третья очередь туда дальше, на следующий год запланировано. Это туда к озерам, Воронежские озера. То есть здесь будет целый комплекс. Работы на одном из общественных пространств в советском районе, сквере Самарец, полностью завершены. Территорию также обновляли в рамках федеральной программы нацпроекта. Зону оформили в стиле времен конца 40-х годов, после окончания Великой Отечественной войны. Обустроили фонтан, пешеходные дорожки, установили дополнительное освещение, газоны с автополивом, цветники и малые архитектурные формы, лавочки и урны. Преобразилась и входная группа сквера. Посетителей встречают три деревянные арки. Их также выполнили в стиле советских времен, выдерживая общую концепцию. Уже приближается время сдачи всех объектов, которые мы в этом году выполняем по программе «Комфортная городская среда». В этом году мы делаем четыре пространства. Все они абсолютно разные, все со своими идеями, все со своими задумками. И могу сказать, что подрядчики не подводят, работают близки к завершению. Все эти общественные пространства годом ранее выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство Самары по национальному проекту «Жилье и городская среда» остается на постоянном контроле главы города. Качеству городской среды уделяют внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Только в Самаре за пять лет преобразилось более 55 общественных пространств и 500 дворовых территорий. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Возвращение на Луну спустя полвека. Серийные ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1Б» с разгоном блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» для изучения реголита и экзосферы спутника Земли. Силовые установки отработали без замечаний. Запуск состоялся 11 августа в 2 часа 10 минут по московскому времени. Спусковой установки космодрома «Восточный» в Амурской области. Установленные на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1Б» двигатели отработали штатно. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с автоматической станцией «Луна-25» стал первой с 1976 года отечественной миссией к естественному спутнику Земли. Основными задачами программы станут отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды в приполярной области Луны. Срок ее работы рассчитан на год. Новый центр информационной помощи для избирателей в Самаре на площадке интериальной палаты начала работу горячая линия областного общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Жители области смогут получить ответы на вопросы, касающиеся избирательного процесса, или сообщить о замеченных нарушениях. Как обратиться к специалистам, расскажем в нашем сюжете. Вы можете подать заявление и, соответственно, проголосовать по месту прибывания. Уже в первые минуты работы специалисты горячей линии Самарского областного общественного штаба независимого наблюдения за выборами получили несколько звонков. Новый информационный центр в помощь избирателям открылся в Нотариальной палате Самарской области. Здесь уже в девятый раз открывают горячую линию, поэтому специалисты имеют необходимую юридическую подготовку и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся избирательного процесса. Это позволяет тут же заданный вопрос проанализировать, дать на него компетентный с юридической точки зрения ответ. Если это требует участия государственных органов власти, то у нас существует связь, которая нам позволяет все вопросы решать очень комфортно для обращающегося в положительном всегда ключе. Позвонить на горячую линию можно по телефону, указанному на экране, в будни и 9 сентября с 10 до 17 часов, а в заключительный день выборов 10 сентября с 8 утра до 8 вечера, пока будут работать избирательные участки. Также в любое время можно написать на электронную почту гор.линия.собакаяндекс.ру. У специалистов горячей линии можно узнать, к какому участку вы прикреплены и можно ли проголосовать в другом месте. Также можно сообщить о различных нарушениях избирательного процесса или о возможных препятствиях, которые могут помешать людям исполнить свой гражданский долг. Для этого существует пункт горячей линии, чтобы в свое время отреагировать, соответствующее обращение направить соответствующему лицу, ответственному за такие вопросы. И, как показывала наша практика, что меры принимались прям очень быстро. Такая работа горячей линии направлена на доступность информации о выборном праве, повышение доверия населения к избирательному процессу, что, в свою очередь, должно обеспечить высокую явку на выборы. А это подтверждение того, что выборы станут прозрачными и легитимными. Они в достаточной степени профессиональные и ответственные, обладают необходимым уровнем знаний. И это позволило сейчас уже Нотариальной палате, опираясь на собственный кадровый ресурс, провести это важное мероприятие, необходимое для граждан в первую очередь, для наших избирателей. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке вне голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующей кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Символ силы, чистоты и источник вдохновения. Самару продолжают украшать цветами, которые ранее были выращены в теплицах предприятия «Спецремстройзеленхоз». Озеленение областного центра ведут в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». В этом году в клумбы высадили не только традиционные цветы, которые ранее себя хорошо зарекомендовали, но и новые сорта растений. Как преобразился сквер 30-летия Победы в Самаре, увидела Ольга Павлова. Пока одни наслаждаются ароматами цветов, другие находят время для того, чтобы их высадить. Часть из этих цветников в парке 30-летия Победы сделана из ковровых растений. В композицию входят бегония и цинерарии. Отдельного внимания заслуживают вертикальные конструкции, которые очень полюбили самарцы. Там есть и петуни, там есть и бакопа, там есть пеларгония плещелистная, там есть дихондры и много еще других растений ампельных, которые в этом году у нас в приоритете. Чтобы летом региональная столица представила перед жителями и гостями Самары во всей красе, еще весной до начала месячника по благоустройству началась реализация муниципальной программы «Цветущий город». Специалисты спецремстрой «Зеленхоз» подготовили рассаду в теплицах и приступили к цветочному и ландшафтному озеленению города. В этом году были высажены не только традиционные растения, которые в прошлом успели себя хорошо зарекомендовать. На улицах города появились новые сорта. Биденс, бегония ампельная, настурция канарская, сцевола, ангелония, петуния и катарантусы. Кроме того, не забываем, что у нас высаживаются тюльпаны, то есть почти 2500 метров квадратных тюльпанов высаживаются ежегодно. Они начинают свести почти первыми и тем самым создают вот это вот праздничное весеннее настроение именно вот в первые числа мая, в последние числа апреля. Цветовая гамма тюльпанов очень разнообразна, каждый год она меняется, то есть это от привычных алых до практически черных в этом году у нас были использованы. Перед высадкой растений в грунт специалисты придерживались определенных принципов отбора растений. Так как в городе много автомобильного транспорта, цветами оформили большинство территорий вдоль уличной дорожной сети, подобрав те виды, которые устойчивы в условиях загазованности и хорошо переносят сухость и жар, исходящий от асфальта. В этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Я сама езжу на работу на автобусе и очень приятно, когда едешь и вокруг тебя окружают красивые ландшафтные композиции. И глаз радует, и людям это все нравится. В этом году вертикальные цветочные конструкции разместили у штормовика Ил-2 и других памятных местах. Ухаживают за цветами специалисты весь сезон, вплоть до наступления осенних холодов. Поливают не реже трех раз в день и пропалывают. Кроме того, отсветшие растения убирают из клумб и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. У нас на скверах есть автоматический полив, который поливается ночью, там запрограммировано определенное количество времени. А также у нас поливают автополивочные машины. Часть из них работает днем, часть из них работает ночью. Чтобы наш город был красивым, чистым и комфортным, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» просят жителей Самары относиться к высаженным цветам бережно. Тогда большинство растений будут радовать глаз до поздней осени. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. От потрясающего бирюзового побережья до величественных гор. Турагенты проанализировали спрос на популярные заграничные курорты за два летних месяца и пришли к выводу, что Турция сохраняет лидирующие позиции. Кроме того, в первом полугодии 2023 года самарцы стали чаще путешествовать по России и странам ближнего зарубежья. О динамике цен на востребованных курортах в России и за рубежом репортаж Ольги Павловой. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Именно эти три направления, по данным туроператоров, наиболее востребованы у самарцев в этом сезоне. Популярность Турецкого берега обусловлена высоким уровнем сервиса, питанием все включено, чистыми бирюзовыми пляжами, пологими входами в воду и, по словам отдыхающих, одним из самых красивых и ласковых морей. Сюда обычно едут с маленькими детьми за яркой анимационной программой и возможностями, которые доступны малышам. Впрочем, несмотря на всю популярность турецких курортов, цены на пакетные туры в этом году вряд ли можно назвать умеренными. В этом сезоне отдых на двоих в турецкой пятерке по системе All Inclusive обойдется самарцам в 100 тысяч рублей за человека. И это всего на 7 дней. Конечно же, в этом году цены гораздо выше, чем в прошлом, но и повлиял очень сильно курс доллара и евро, если мы говорим про заграничные туры. Если в прошлом году доллар примерно стоил 56, то в этом году практически 100 рублей. И, конечно же, это не могло не повлиять на цену образования. Чуть дешевле в этом сезоне обойдутся туры в не менее популярной у отдыхающих Египет. На Сенатский полуостров можно слетать за 200 тысяч на троих. Кроме того, турагенты готовы развенчать миф о том, что три летних месяца для Египта не совсем сезонны. Напротив, за счет сухого климата жара там переносится гораздо легче, чем в Турции. Для отдыха в Египте летом туроператоры рекомендуют выбирать Хургаду. В этом регионе практически всегда комфортная погода в любое время года. А вот что касается Объединенных Арабских Эмиратов, которые по стоимости путевок догоняют Турцию даже летом, здесь отдых на любителя. В Эмиратах жарко, прямо очень жарко, вода очень теплая. Но есть любители Эмиратов, потому что вода 38 летний период. Сама ездила в сентябре буквально два года назад. И когда я заходила в 8 утра в воду, у меня просто как горячая ванна казалась. Но у меня есть туристы, которые прям любят такую воду, любят такую погоду и все равно едут. Для тех, кому не нужен берег Турецкий и Африка, туроператоры подготовили множество путешествий по России и странам ближнего зарубежья. Как показало первое полугодие 2023 года, чаще всего самарцы выезжали в Абхазию, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан. Причем туры в Абхазию были раскуплены задолго до старта сезона. В Сочи примерно такая же ситуация, но получше. Там объектов побольше, да. Но все равно очень мало. И хорошие объекты, даже типа бархатных сезонов, которые очень большого размера, даже в них нет мест на ближайшие даты, на ближайшие месяцы. И поэтому остаются эти небольшие отельчики, которые с нижним уровнем, да, но для достаточно высокую цену. То есть получается на человека все равно 1060 будет стоить тур с учетом перелета. В этом году два наиболее востребованных направления, которые ежедневно набирают популярность – Калининград и Дагестан. Бывший Кёнигсберг отдыхающие выбирают как альтернативу Европе. За красивую архитектуру, пабы, похожие на заграничные, и за чистые пляжи с белым песком. Немало самарцев в этом сезоне успели слетать и в раскрученные блогерами и туроператорами Дагестан, цена на туру начинается от 39 тысяч с человека. Там природа своей цепляет. Какие красивые там горы, да, то есть ущелье. Это очень красиво, впечатляет. Сама туда ездила в рекламный тур, мы посмотрели и отели. Очень понравился Дербент, город. Вообще не знала, что он такой красивый. У них построили фонтаны совсем недавно. Ну, зрелище, конечно, потрясающе. Не сравнится, конечно, с дубайскими фонтанами, но тоже очень красиво. Таким образом, если проанализировать динамику цен на туры в этом сезоне, популярная Турция, которая занимает лидирующие позиции, обойдется в среднем в 100 тысяч рублей за человека, Египет от 60 тысяч, Эмираты от 75 тысяч за одного. Порядка 60 тысяч придется заплатить человеку за недельный отдых в Сочи и Абхазии, и примерно в 39 тысяч рублей выйдет отпуск на 3-4 дня в Дагестане. Кроме того, турагенты напоминают самарцам, для того, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне, уезжать за границу нужно, погасив все долги. Иначе отдых закончится, не успев начаться, что крайне омрачит настроение и ударит по карману. Особенно с учетом сегодняшних цен на туры. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. В Самаре температура бьет рекорды. В такую погоду каждый ищет способ спастись от жары. Отличный вариант – съесть ягодный сорбет. Это достойная альтернатива обычному мороженому. Как это сделать дома и почему для приготовления десерта нужен жидкий азот, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Пьем, в основном пьем. Тонизирующее что-нибудь, арбуз, дыня. Ну и иногда окрошки, иногда мороженое. Мороженое съешь, сразу пить хочется. Вода. Только холодная вода. Лично я выплю ледяную воду. Прохладную жидкость, мы в тени как варится. Гуляем и в жару сидим дома. Мороженое, в принципе, арбуз, дыня такой вот, прохладная. Мы едим арбузы, ходим на пляж, кушаем мороженое, пьем водичку. Летние дни вдохновляют на поиск оригинального десерта. Спасением от жары может стать сорбет, лакомство, которое появилось в Европе еще в 16 веке. Десерт, близкий родственник мороженого, не содержит молока и сливок, поэтому он легкий и низкокалорийный. И приготовить его проще, чем кажется. Покупаем ягоды. Малина – идеальный вариант. Ее можно сочетать с вишней, сливами, смородиной, голубикой или ежевикой. По словам кондитеров, нет такого десерта для освежающего напитка, в котором малина была бы лишней. При выборе ягоды обращайте внимание на внешний вид. Главное, чтобы она была свежая, красивая, без всяких пятен. Сейчас вот в основном ягоду берут для варенья, стараются как бы, потому что в этом году вообще ягоды было очень мало. Люди стараются успеть взять, заморозить. Кто-то делает мороженое, многие спрашивают даже. Ингредиенты собраны. Вперед на кухню. Для приготовления сорбета также понадобится коктейль мохито. У нас он домашнего приготовления. В коктейль мохито входит мята, сок лайма, сахарный сироп и содовая. За основу можно взять и любой другой коктейль. Главное, чтобы он сочетался с ягодами. Первый этап у нас – мы измельчаем ягоды блендером, либо протираем через сито, но прежде нужно их тщательно промыть. Также добавляем немного воды. И сахарный сироп для стабилизации кислоты. Следующий этап – мы протираем нашу ягодную смесь, дабы избавиться от лишних семечков. Но вы можете оставить их, если нравится вам эта текстура натуральных ягод. Теперь добавляем нашу домашнюю мохито. Достаточно. Перемешиваем. Смотрим, консистенция слишком густая. Еще добавляем. И перемешиваем. Консистенция должна быть как сока с натуральной мякотью. Не слишком жидкая и не слишком густая. Чтобы ускорить приготовление сорбета, используем жидкий азот. Его температура – минус 196 градусов Цельсия. Защищаем руки резиновыми перчатками, чтобы избежать ожогов. Если у вас нет жидкого азота, десерт можно убрать в морозильник. Какая консистенция крутая получилась. Выкладываем сорбет. Чтобы сделать аккуратные шарики, используем специальную ложку для мороженого. Десерт украшаем веточкой мяты, фруктовой чипсой и цветком гипсофилы. Наш сорбет готов. Ксения Баканова, Константин Головин. События. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok